Привет, ребятушки! С вами Лёха Протон. Давайте посмотрим игрушку, которая называется Sin Slayers, The First Sin. Что в переводе? Грех убийц. Первый грех. Игра поддерживает русский язык. Это будет очень хорошо. Чем больше монстр... Что-то быстро произошло. Ладно. Она у нас сразу на русском. Выберите текущего игрока или создайте нового. Давай создадим нового, конечно. Так, что у нас по настройкам-то? Язык русский, всё нормально. А субтитры тут можно где-нибудь включить? Видимо, нельзя. Музыку я бы немножко сбавил. Вот так вот, да. Начать игру? Погнали! Мощь – один из важнейших параметров персонажа. От него зависит весь урон. Однажды благородный королевский воин очнулся в незнакомом лесу. Оглядевшись вокруг, он заметил впереди старую церковь. И услышал с её стороны звуки ожесточённого сражения. Хе-хе-хе-хе-хе. Забавно рассказывать ему. Ему бы немножко эмоций. Ожесточённого сражения! А спешил на шуму, воин увидел двух людей. Они яростно сражались с монстрами, которые атаковали. Давай. Не раздумывая, он обнажил меч и тоже бросился в битву с чудовищами. Какой молодец! Немножко затянулся вот это всё. Вскоре все мерзкие твари были повержены. Но уже через мгновение появились новые. Хе-хе-хе-хе-хе. Прикол. Герои поняли, что спастись можно только в стенах церкви. О да, бежи в церковь скорее! Внезапный градстрел с её стороны сдержал натиск монстра и помог героям добраться до входа. Кто это стрелял? Чуваки в церкви, что ли? Монахи стреляют. Как я годалась, под защитой церковных стен находились и другие люди. Ага! Ну, круто! Так, открывай дверь. Хорошо, давай. Консервная банка открывай. Грешные души, я ждал вас. Отсюда начинается ваш путь. Хе-хе-хе. Слепой старец. Ну-ка. Ловушки можно разминировать с помощью... Ага. Так, церковь. У стола печати вы можете увидеть прогресс прохождения. Хорошо. У чёрного входа будут находиться все найденные вами персонажи. Там же вы найдё... Там же вы можете менять текущий состав группы. Хорошо, группу можно менять. У алтаря в процессе игры будет появляться новые NPC, с которыми можно взаимодействовать. И как они сюда будут приходить? Там же куча монстров. Ладно. Кто у нас есть? Вот ты кто такая? Охотник должен обитать... Ммм. Ладно, это охотница. Это у нас рыцарь, консервный банк. Кажется, я начинаю прозревать. А ты кто у нас? Священник? В ожидании просвещения человеческих душ. Хорошо. Ты у нас кто такой? Толстячок. Мои ученики гласят... Чё-то быстро, короче, всё это дело пропадает. Смотри. Мои учения гласят... Блин. Ладно. Девушка, во имя чистого совета я живу. Ну хорошо, живи. Ты у нас кто такой? Кузнец какой? Войн. Мы бы хотели задать пару вопросов. Так, заняться ремеслом. А ну-ка. Создание предметов. Лечение. Так, большое лечение. Эликсир. Отлично. Короче, всё вот эта штука наверное выбивается из монстров. Я тебя понял. Так, давай с детком поговорим. Есть несколько вопросов к вам, старец. Задание. Весёлые побрякушки, ну-ка. Церк, церковь и единственное место, куда не проникают силы зла. Пока я охраняю её своей магией, здесь безопасно. Хорошо, мы тебя поняли. Но нечисти становятся всё больше, а мои силы иссякают. И я чувствую, что стены этого последнего пристанища скоро рухнут. О-о-о, плохо-то как. Тогда вперёд. Не будем терять времени. Отправляемся в лес и истребим нечисть, пока она не добралась сюда. Как я и ожидал, вы безмерно храбры. В лесу вы увидите алтари. В них хранятся сияющие кристаллы. В кристаллах заключена магическая сила. Они помогут мне стать сильнее и защитить церковь от зла. Увы, многие алтари разграблены пигмонами. Увы, многие алтари разграблены пигмонами, прожорливыми полусвиньями, которые наводнили лес. Вам предстоит сражаться с этими боровами. Вы учи... Вы учуете их издалека по воне, которая от них исходит. Обыщите алтари, убейте пигманов, соберите пять кристаллов и возвращайтесь ко мне. Ну что ж, можешь положиться на нас пигманам не сдобровать. И не забывайте о кристаллах. Ты достал своими кристаллами, мужик. Он по ходу дела просит себе дозу в виде кристаллов. Наркоман старый, а? Задание. Иногда в церкви уже известные и новые персонажи будут просить вас о помощи. После выполнения их задания вы получите какую-то ценную награду. это и понятно. Также задание можно получить и на карте локации. Будьте внимательны. Если вы не выполните задание в течение прохода, то в следующий раз вам придется начать его сначала. Какого нахрен прохода? В смысле за один раз пройти всю информацию о полученных заданиях вы можете смотреть в окне задания. Ну мужик, так, у тебя тут что за вопросик? Ты ждешь свои кристаллы? Есть несколько вопросов к вам, старец. Так, задание веселой побрякушки. Вы вернулись за бычьи храбрецы? Нет еще. Нет еще, но мы почти выцели. Ладно, шо у нас тут по инвентарю? Воу, воин, защитник и охотница. Ну неплохо, неплохо. Шо у нас тут ключик какой-то есть. Ключ, который умеет принимать форму любой скважины. Магический ключ, вот бы нам такой, да? Создан волшебник вор. Немало богачей лишились своего золота из-за этого ключа. Ох, ты полезная штука. Набор для обезвреживания ловушек изобрел король Баренбор Третий. Он брал его с собой в военные походы и ни разу не попался врагам. Молодец какой. Зелье лечения 25 здоровья восстанавливает, а это 75. Также 50% ярости. Звезда Феникса используемый предмет воскрешает союзник. О, три штуки у нас. Ладно. У нас тут инвентарь. Хорош, хорош, хорош. Мы тебя поняли. Так, кого мы берем тут написано к черному входу. Позволяет изменить группу персонажей, которые отправятся с вами на следующее приключение. Так, группа персонажей. Изменить группу. Ну-ка. Мы что, можем только троих брать? Подожди, а почему я вот, например, его паладина не могу взять, а? Священница. Священница будет нас лечить, а охотница... Ладно, пойдем пока такой группой получим по-су-салам. Так, выйти из церкви. Погнали. Вау, карта мира. Чтобы спуститься в путь, вы должны выбрать одну из локаций на карте. После того, как откроется окно выбранной локации, вы должны выбрать сложность и нажать кнопку в путь. То есть, let's go. Также, вы можете отправиться в церковь, чтобы изменить состав своей группы, получить новые задания, ну и просто пообщаться с персонажами. Мы тебя поняли, чувак. Так, подсвечиваются доступные лес обжорства и кладбище уныния. А кладбище уныния, видишь, оно такое черно-белое, значит, нам сюда нельзя. Церковь. Так, лес обжорства, значит, у нас пока доступен, а остальное ни хрена. Ну, пойдем в лес обжорства, все, что же. Так, проклятие и модификаторы. Победи пигман шамана, чтобы открыть путь к обжорству. Какому нахер обжорству? Пойдем в путь, короче. Чем больше морозов вы убиваете, тем непонятнее все быстро так проходит, что я не успею ни хрена прочитать. Так, для перемещения группы используйте клетки. Чем больше вы используете, чем больше вы исследуете локацию, тем больше событий вы встречаете. Для каждого события может быть один или более вариантов взаимодействия. Это хорошо. Давай смотреть, что это у нас такое. какая-то хрень. Пойдем сюда. Открыта гробница. Так, осмотреть плюс 7 и плюс 9 к греху или оставить минус 5 и минус 1 к греху? Конечно, мы же грешники. Это же игра грех убийц. Конечно, мы заходим. Что-то все быстро так пролетает, ребята, вам точно надо это все поправить. некоторые ваши действия могут изменить уровень греха. Чем больше вы увеличиваете уровень греха, тем сильнее становятся монстры в игре. Ой, ё-моё. Это же как... Это как игра Dangerous Dungeons. Максимальный пятый уровень греха. Так как каждая локация принадлежит определенному лорду греха, то будьте внимательны в дополнительные условия, а также способны увеличить уровень греха. Так, холодный расчет позволяет выйти из боя, если вы не уверены в своих силах. Так, в бой. Мы же сюда пришли... Мы же сюда пришли надрать пару задниц. Так, слева вы находитесь в вашей персонажей, а справа вражеские персонажи. Вы должны уничтожить врагов, прежде чем они уничтожат вас. Логично. За каждый ход один из персонажей накапливает одну единицу ярости, за счет которой используют умения. За каждый ход персонаж может использовать либо одно свое умение, либо один предмет из вещей сумки. Хорошо, давай, первый ход. Кто ходит? Враг ходит. О, получила охотница хреново. Ходит у нас вот этот паренек, да? Так, что мы делаем? Урон мечом. Давай попробуем вот так. Получил минус 24 здоровья. Ладно, теперь ходит охотница. Что ты умеешь у нас? Прицельный выстрел наносит 30 урона или быстрый выстрел 20 давай прицельный. Ох, ты ж срубил мех хреново. Хорошая охотница, ладно. Награда 10 монеток у него в кармане было. Хорошо. Так, что у нас дальше тут? Что у нас тут? Сюда нельзя идти, да? Давай сюда пойдем. Оба, она опять на кого-то нарвались. Давай смотреть. Что за хрень? О, оса колбаса. Плевок. О, ты ж, ё-моё, отравление. Да ты гонишь. Слушай, отраву надо уничтожать. Это что такое? Укол мечом. Так, наносит 18 урона, а мы сделаем вот так. Получил? Чёртов слизень. А, отравление. Так, надо его гнобить побыстрее. А у нас будет прицельный выстрел. Получила? Готов. Критические. Отлично. Ну, теперь до тебя добрались. Чё ты умеешь у нас? Укол копьём, 20 урона. И размах копьём. Размах, он, наверное, действует на группу, да? Да, по всем целям. Нам это не надо. Ну, вот, укол сделаем тебе. Так, ходит враг. А! Слушай, вы так убьёте нашу деваху. Мочим, мочим тебя, чувак. Извини, ты нам не нужен здесь. Так, прицельный. Сейчас ты получишь своё. Готово. Круто. Морковку нам дали. Это что такое? Металл. Слиток из прочного металла, который нельзя сломать или повредить. Из него вытачивают оружие лучшие кузнецы долины грехов. Спасибо, но откуда у пчелы и у слизняка металл и деньги, мне интересно. Ладно. Слушай, нам нужно подлечить как-то эту деваху. Да? Что мы можем сделать? Мы можем, наверное, 75-25. Так, как её лечить? Вот так вот лечить? Точно. Давай ещё разу подлечим. Подожди. Так, хорошо. Видишь, как хорошо. Хорошо. Куда идём-то? Идём, наверное, сюда. Отвратительное место. Я тоже так думаю, чувак. О, опять нарвались. О, какой-то динозавр, грёбаный слизень и падший воин. Ну, давай посмотрим, кто вы такие. Это же точно динозавр какой-то. Нихера ты чё, обалдел, что ли? О, а вы защищаться не умеете, ребята? Молись или умри! Да, согласен. Давай попробуем... Так, физический урон по целям. 50% шанс нанести дополнительную атаку. Давай попробуем по вот этому шлёпнуть. А, отлично, два раза долбанул. Ну, сейчас ты ответишь. Так, динозаврик получил прицельный выстрел. Ох ты ж, хорошо, ладно. ты крутой парень. Давайте, короче, динозавр будем валить. Ты мне не нравишься. Да, господи, чего вы в девах у-то кидаете? Вы задолбали? Так, надо динозавра валить. Нихрена ты бронированный. Ты чё такой? Так, получил. Наконец-то ты кончился. Теперь ты, чувак, давай-ка размах сделай. Размах будет у нас, наверное, так, 40. А у слезняка непонятно, сколько здоровья. Давай мы этого чувака будем. Хобана, 9. Ладно. Опять деваху кидает. А нет, теперь другого. ты хоть щитом защищайся, на кой хрен он тебе нужен-то, а? Ну ты придурок. Так, бьём по вот этому парню. Ещё разок. Отлично. Какой молодец. У нас осталось у воина два здоровья. Давай его сольём. Вышел отсюда. Ну и теперь ты, хлопчик. Непонятный слизник. Давай, кидай свою хрень. Как ты хорошо попал. Ладно. Удар бечём. Отлично. Испарился. Что у нас? Грибы дали. Это что такое? Чистая вода. Вода из горной реки. Исток которой в великих ледниках. Обычный ингредиент для ремесла. Ну я так и понял. Прикинь, курица у них была. Ладно, я могу это всё понять. Двигаемся дальше. И дальше у нас здесь. Опять нарвались. Это что за гриб такой? Господи. Какой ты упоротый. Так, давай посмотрим, что ты умеешь. Так, это кто у нас тут такой крутой? Это какой-то непонятный гриб. Мы его будем валить. Всеми возможными способами получил мухомор. Так, надо прицельный или такой? Конечно, прицельный. Лови. Минус 28 здоровья. Отлично. Так, шампиньон. Держи. О, нифига он. Он нам даже ничего не сделал. нефига он. Такая жизнь. Стоять монеток заработали. Так. Слушай, можно сюда пойти в лес, да? А где эти свиньи-то, а? Непонятно, где свиньи. Двигаемся дальше. А, их, короче, найти надо. Так. А ведь здесь когда-то жили люди. Ну, ничего страшного. Жили и жили. Труп у стены. Обыскать труп. Давай. Обыскав труп, вы нашли полезные ингредиенты. Что мы там нашли еще непонятно. Так, я предлагаю это что такое? Ближайший фонтан. А, перемещает вас к ближайшему фонтану. Нет, подожди. Нам нужно что? Восстанавливает 20% здоровья. Так, жари. Ты нам еще пригодишься. А сыр 30. О, сыр вкусненький. Так, 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 хорошо. Нужно... О, охотница вообще дохлая. Извини, деваха, тебя надо лечить 100%. Ты нам еще тоже пригодишься. Плюс 2 здоровья морковка. Нет. Они все в порядке, да? Они все в порядке. Где эти гребаные свиньи? Так, пойдем, наверное, сюда. О, опять нарвались два динозавра. Болотная тварь, оказывается. Вот оно что. Обитает в основном в болотах. может утащить зазевавшегося путника в темный оруд. Но иногда голодные болотные твари забираются в чащу дремучего леса, где ищут добычу. Вот они нашли нас. Давай, ходим, да, динозаврик? А, нет, я хожу. Фу! Так. Нет. Мы будем валить тебя. Так, прицельный выстрел, конечно же. Лови динозаврус. Ой. Ааа! Минус тринадцать. Ладно. О, блокировал. Молодец. Молись или умри. Тоже верно. А как бы мне вот так вот сделать? О, смотри. Я сейчас одним ударом этому урон нанесу и этого грохну. Получ. Ты не умер? Что за хрень? Как так-то? Я не понял. Ну, ладно. Мы тебя убиваем. Прицельный выстрел. Изведи. Да ты не хочешь, умирать. Ты просто не хочешь умирать. Негодяй, а? Так, болотник. Ну, деваху нашу. давай, деваху. Так, бьем двоих. Получили. Опа. Мужик, ты должен это дело завершить. Реально, молодец. Хорошо, минус тринадцать. Ну, и что ты мне сделаешь? Он меня бьет и семья здоровья восстанавливает. Плюс семь здоровья. Ах ты упыри. Получил. Четыре хода. Че-то долго я с ними вожусь. Динозаврики, они какие-то упоротые. Так, получил. Прицельный уклонение. Плюс один ярости. девять здоровья восстанавливал. Гаденыш. Мне не нравятся эти ребята. Вот ты все равно уже вторгул. Ой, это что такое? Мистическая пыль. Пыльца, собранная с цветов в саду эльфов, обладает магической силой. Морковку дать, цветочек. Цветок, который издревле врачуют раны целителей, а колдуны используют его для воскрешающих зелий. Ни хрена и чеснок один здоровья. А это что? Лук один здоровья. Ладно, ладно, спасибо, спасибо, ребята. Так, подкрепимся, что там у нас? Мне надо восстановить деваху, восстановить рыцаря, потому что он получил по заднице будь здоров. Вот, ну и тебя до соточки. А между тем зелия-то у нас заканчиваются. Ведь здесь когда-то жили люди. это уже говорил. А между тем пигманов, то есть свинолюдей мы так и не нашли. Где они могут быть? О, нарвались. Гигантская пчела и падшев воин. Что это у них? Ну давай, крутые ребята. Ну конечно на деваху сразу. Давай, давай, на деваху. Ого, больно ударил. Козлик. Так, у пчелы больше всего здоровья, ее и бьем. Потому что она очень, очень крутая. Этого паренька можно сливать. Так, давай теперь ты двоих за раз получил. Отлично. Три жизни у пчелы осталось. Ты посмотри, что творит, а? Негодяй. Так, я думаю нам нужно воина валить, а потом тем чуваком с копьем или алебардой мы двоих за раз горохнем. Так, ой, что-то быстро, ну ладно. Я надеюсь и по-другому. Победа! О, нам цветочек дали, это что такое? Старые инструменты. Инструменты принадлежали падшему в бою воину. За много лет они заржавели и обветшали, но все еще могут пригодиться. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Давай, давай, как восстановимся, а то хрен пойми, что может произойти. Хорошо его потрепали, блин, неплохо так-то. Инструменты. Так, идем дальше. Кстати, тут сохранение есть. Тут нельзя сохраняться. Короче, тут за один проход все идет. Разрытый гроб. Осмотреть. давай, осмотрим. Кто-то вскрыл гроб и нашел сокровище. Взломать. Так, давай, взломаем. Взломали. Ключ потерян. Так, что у нас тут? Пустой сундук. Е-мое, мы просто так, короче, ключ использовали. Ладно. Я предлагаю идти, наверное, наверх, где мы можем найти опять динозаврик. О, один из пигманов. Так, и какие-то веселые грибочки. Давай. Веселые грибочки. Смотри, какой пигман. Нихера себе ты гонишь. Ну, с динозавром мы знакомы. А это кто такой? Непонятный чувак. Ладно, когда мы его победим, мы узнаем. Ну, давай, валим динозаврика. Пигман, я думаю, нам намылит одно место. Получил. Баллотный хрен. Плюс семь здоровья себе поднял. Негодяи. Так, ярость. Давай. Всех задеваем. Отлично. Так, что ты делаешь? Нихера, минус двадцать шесть. Пошло. Что, какие заклинания, ты что гонишь? Так, ладно, пока будем мочить их просто так. Получил. Так, прицельный выстрел в динозавра. Потому что он восстанавливает тут кое-чего. Но нам не надо. Ааааа! Так, будем бить всех. Вот так вот. На тебе. пигман минус 19. Ладно, терпим и пока что. Надо динозавра валить, он меня достал. Эй, ты что там лечишься? Уехал. Хорошо. Так, теперь прицельный прицельный выстрел наверное по пигману сделаем, да? Пигман, ловим. О, минус 26 в толстое пузо попал. Мощь 100. Ну давай. Ввалим тебя. Ох, минус 17. Хрюкнул тебя. Ладно. О, минус 19. Ты его грохнешь сейчас. Ох. А это все здоровье восстанавливает. Ну ладно, хоть он нас и не бьет. Давай тогда свинопасом мочим. О, блокировал. Ну минус 16 здоровье отнял. Ни хрена. Так, свинья готова. Теперь ты лови. Что ты делаешь? Своя территория. Что это значит? Ушел отсюда. Ой, да ты слабенький. И мы тебя прицельным выстрелом одурачим. Хорошо. Вот на хрена хабара дали. Это что такое? Маленький кристалл. Кристаллы, в которых заключена магическая сила, хранятся в алтарях. О, это мы один кристалл добыли. Так, у нас мясо плюс 7% от здоровья. Ну и чеснок, конечно же. Картошка плюс 3 здоровья. Не, не надо. Нам надо воина подлатать немножко. А то он что-то вообще наладанно, считай, дышит. И это плохо, между прочим. Давай используем мясо на него, на вот этого. Так, сожрал картошечку. Хорошо. Может чесноку тебе дать? Плюс 6. А это что у нас? Лук. Давай морковку держи. Ты нам еще нужен, чувак. Почему они сразу не перетаскиваются? Интересно. Ну и чесноком тебя тоже накормим, да? Вот так вот нажрался чесноку и пошел дальше. Так. Идем сюда. Сюда пойдем. Куда идем-то, е-мое? Так. Нам, наверное... Я чувствую здесь зло! Точно. Давай через... А, через лес нельзя. Ну ладно, извините. О, да тут тупик. Рот, компот. Прикинь, тут просто нельзя пройти. Мы зря прошли. Так. Давай возвращаемся обратно. Значит, нам пойдем сюда. О, сундук. Открываем. Старинные монеты и лечебные зелья. Спасибо, ребятки. Лечебные зелья нам как раз пригодятся. О, черт! Шипастая ловушка! Обезвредить! О, хорошо! Обезвредили. Ладно. А это что такое? Разведка. В небольшом радиусе отображает все интересные клетки. А ну-ка, давай. О, что-то интересное. Так. Умение. Каждый персонаж в группе владеет одним умением для карты локации. Одним умением. Ладно. Этот обезвреживает ловушки. И оно... Что? Через 20 минут восстановится? А этот что умеет? Защита союзников. Временно увеличивает защиту союзников на несколько ходов. А это у нас холодный расчет. Позволяет выйти из боя, если вы не уверены в своих силах. Нет, мы пока уверены. Давай. Что тут у нас? О-о-о! Опять этот избитый слизень. А-а-а. Отшельник. Вот тебя как зовут. Ладно, давай. Мы тебя сейчас проверим. Отшельник. Кидает. Ну, конечно же, в деваху. Конечно. Ай-яй-яй. Что это за персонажи? Это твоя смертушка, чувак. Если ты не прекратишь херней заниматься. Так. Кто у нас тут такой крутой? Давай слизня, да? А то он нашу деваху грохает и грохает. Будем прицельным выстрелом. Получил. Отлично. Слизню хана. Так. Будем бить всех. И каждого. Вот так вот. Размах копьем. Так. Прикинь, у слизня одно здоровье. О. Ладно, грибок. Посмотри, какой он, а. А. Так. Это ты тут крутой у нас, да? Да. Ты у нас крутой. Давай бить этого. Хорошо, как критически зарубил его. Ты у нас уже походил, но ты еще не ходил. Получил. Ну и теперь размах по всем этим упырям. Слизня мы грохаем. А у воина осталось 10 здоровья. Так. Ладненько. Гребаный копейщик. Чтоб тебе пусто было. Вот так вот слился. К земле его нафиг прижал. И ты тоже. Гребочек. Ладно, продолжаем. Мы пока до пигманов дойдем. Охренеть можно. Ну что у нас? Все плохо, ребята, да? Очень все плохо. Надо деваху лечить. Этого лечить. Этого тоже лечить. Этого тоже. Капец. Понажрались тут, понимаешь ли. Лечилки у нас есть. И лечилки у нас есть. Вот. Так, это у нас сортируют. Хорошо. Стоп. Я не помажал. Возвращаемся обратно. И нам нужно пройти, наверное, другой стороной. Вот, да. Вот сюда надо идти. Опачки. Труп на дороге осмотреть. Перевернув тело, вы не обнаруживаете ни хрена, что это задание. Слизь для грибоида. Ха. Задание, а ну-ка. Слизь, слизень надо. Отшельник. Чего? Тряхнулся? Слизь, слизень надо. С ума спечил. Слизь, слизень. А словарный запас у тебя не богат. Тебе нужна слизь из слизни, да? Надо. Слизь. Слизень. Ладно, заткнись. Так и быть принесем ее тебе. Какая нахрен слизь, о чем ты, мужик? Так, у нас тут защита. Давай-ка защиту сделаем. Плюс 30 брони. Заходим! Алтарь. Прикоснуться. Так, что мы тут? Плюс 5 крита. Отлично. И у нас тут ни хрена нет. Возвращаемся обратно. Эй, не сюда, не сюда. Идем вот сюда вниз. Так, минус 5 крита. Это плохо. Опачки. Ага. Интересно, тут у них карта сделана, конечно. Так, что такое? Оскверненная могила. Ну давай, грешим. Внутри пусто, как и пусто смерти. Хе-хе. Ладно. О, черт, нарвались. Два пигмана. Погнали в бой. Пигманы. Сейчас вы умоете своей пигманской кровью. Получил. Хорошо. Прицел. Ой, ни хрена себе, минус 41 сразу снес. Ну ладно. Давай сразу двух мочим. Получили, и они уклоняются. Офигеть. Ой, больно-то как. Минус 23. Слушай, они сейчас его сольют, он мужик. Ааа. Ну хана будет. Черт-те что, а. Давай кого-нибудь одного мочить. Вот этого. О, минус 22. Залепил. Ладно. Хрендель, блин. Хрена. Давай всю мощь сюда. Не получилось. Семь осталось здоровья. Ой, все, ему хана. Прикинь, да? Когда у персонажа остается ноль здоровья, он умирает. Воскресить персонажа можно двумя способами. Первый способ. Использовать умение воскрешения у персонажа священница. А второй способ. Использовать специальный предмет звезда феникса, который можно найти, создать или купить у NPC. Я понял тебя. Сейчас мы это как раз и сделаем. Свинопас походит. Воскрешаем тебя, мужик. Да. Ты вернулся к жизни. Так. В любой бой можно взять до пяти предметов. Что это может быть? Отлично. Отлично. Так у него 18 здоровья. Я надеюсь, ты... Давай. Грохни его. Уничтожил. Отлично. Молодец. Теперь ты... Минус 17. Ну, не очень, не очень. Сейчас ты получишь. Ха-ха-ха. Получил. А что, деваха не ходила? А, нет, ходила. Да ты гонишь. Он сблокировал, но все равно. Получил минус 33. Давай. Уклонился. Гаденыш. Молодец. Убей его. Да ладно. Ну, сейчас он тебе покажет. Ха-ха. При смерти, парень. Ты просто при смерти. А-а-а. Готов. О, еще два кристалла. Короче, с одного пигмана один кристалл. Но нам еще два кристалла надо. А два кристалла мы... Знаешь что? Мы можем так и умереть. Я предлагаю вернуться немножко обратно и отдать эти три кристалла деду. Пойдем сюда. Обачки. Портал. Прикоснуться. Что? Это куда? Ни хрена себе. Портал. Слышь. Эээ. А что я не могу... О, это западня. А я думал, это самое... Это что такое? Блин, прикинь. Так нас тут сейчас грохнут забытые камешки. А ну-ка посмотреть, что под ними. Прикоснувшись в мисках, обнаружившись в небольшой сундук. Открыть. Старинные монеты, лечебные монеты, лечебные зелья. О, хорошо. Так, лечим. Лечим. Кого мы лечим? Лечим самого дохлого, вот этого защитника. Ладно. Защитник. Кто тут у нас? Вот сюда идет. Почему нельзя? Я хочу, может, все... Все просто перенести. Но нельзя. Что это такое у нас? Кожа. Прочная кожа веками использовалась как для пошива обычной одежды, так и для создания элементов брони. Ну ладно. Так, этого мужика надо вылечить 100%. Так нас сейчас сольют и все. Так, давай смотрим, что у нас тут. У нас пока тут ничего нет. Хорошо. Нам нужно добраться до нашего телепорта... до нашего фонтана. Ах ты ж, блин, нарвались. А он же... Он же просканировал. Черт. Кажется, нам сейчас будет хана. Так, холодный расчет. Выйти из боя. Хорошо. Как мне... Слушай, а портал-то... Портал-то односторонний, а? Ё-моё. Если вы хотите покинуть местность, то вам удастся сохранить текущий прогресс ваших героев. Но учтите, что все начатые в этой местности задания будут прерваны. Уверен, что хотите сбежать? Давай попробуем сбежать. Надеюсь, у нас три кристалла-то сохранятся. Так, мы сбежали. Давай шуруем в церковь. Смотрим в инвентаре, что у нас. У нас три кристалла сохранились. И все здоровья у нас восстановились. Это хорошо. Мне понравилась эта группка. Так, мужик, мы тебе три кристалла принесли. Есть несколько вопросов к вам, старец. Так, еще мы по брякушке. А, ему нужна за раз все кристаллы. Я думал, по одному можно отдавать. Это хреново, мужик. Так, а что ты нам можешь сделать? Заняться ремеслом. Так, смотрим. Эликсир. Большой эликсир. Противоядие. Нам гриба не хватает. Да ты гонишь. Зато нам хватает цветочков. О, давай, создать. Создать. Так, отлично. Это сколько у нас прибавляет? Плюс 50. Ну, неплохо. Отлично. Зелюшки нам нужны. А тут цветочки нужны. Противоядие. Одно противоядие сделаем. А то у нас может опять плюнуть всякой хренью. К черному ходу. Давай-ка сменим группу. Мне надо, чтобы охотница поменялась на паладина. Заодно посмотрим, что этот паладин умеет. Хорошо. Погнали выйти из церкви. Лес обжорства. Заходим. Нам еще нужно два кристалла. А, смотри, как оно. Интересно. А это что такое? Оскверненная могила. Давай, смотрим. Заглянув. И ни хрена не нашел. Так, отдохнуть. Нет. А, отдыхать можно? А к чему мне отдыхать-то? А я еще разок могу сейчас... А, вот он. Значит, можно отдохнуть. Хорошо. Я и не думал, что тут можно отдыхать. Так. Тут у нас... А, черт, ловушки! Походу, дело у нас хана. А, минус здоровье. Так. Прошариваем. Смотрим. Тут у нас ничего нет. Ладно. Прикинь, а? Нас всех отравили. И сколько это отравлений действует? Отравлений действует только... Давай вот так вот его вылечим. Хорошо. Так. А если я отдохнуть? Отдохнуть. Ага. Зря я, конечно, противоядие использовал. Ну, кто ж знал, правильно? А у него какую суперспособность? Наносит средний урон одному из врагов. Так. Тут у нас что? Тут у нас алтарь. Прикоснуться. Плюс 5 крита. Хорошо. Так. Тут у нас веселое местечко с динозавриками. И первым у нас ходит паладин. Давай посмотрим, что у тебя есть. Удар молота. 18 урона. А это у нас ненависть к мертвым. Если атакуемый принадлежит красе нежить, то все атаки наносят критический урон. Это хорошо. Только плохо, что эти динозаврики не нежить. Ну, тогда получил динозаврик. Так. Критический. Отлично. О, хорошо его вогнал в землю. Ну, давай. Болотный укус. А! Негодяй. Ну, мы тебя все равно. Грохни, чувак. Ой, как хорошо. Залетело. Давай. Мочиловка. Охрениловка. Мочиловка. Хотя, лучница наносила больше урона. Ладно. О! Отлично. У него как раз 20 здоровья оставалось. И он 20 и слез. Отлично. Картошку дал, грибок и монетки. Ну, у нас тут ничего, в принципе. Где эти пигманы? Охренегманы. Опачки. Труп на дороге. То трупы, то могилы находим. Ё-моё. Офигел. Ой. Это была засада. Так. Сильнейший удар. Что это? Наносит средний урон одному из врагов. А давай попробуем. То есть, как мы входим в бой, он сразу начинает его атаковать, наверное. Давай. Получил. Ха-ха. Слизень получил в лыщ. Если у него такое есть. Так. Оса. О-о-о. О-о-о. Молюсь или умри. Ну, давай, дядька. Добьем этого чувака. 10 урона. Хорошо. Тогда мы берем пигмана. Хреначим его. А этот бьет по всей группе. О. Слушай, и 3 здоровья осталось. Да как так-то, ё-моё? Вот постоянно какая-нибудь сопля остается в здоровье. Задолбали. Реально. А-а-а. Ну, давай уже, добивай. Раз не получилось так, значит, получится так. Пигман. Сейчас мы тебя грохнем, пигман. 7 осталось, да? Ну, 7. Ты уже не жилец. Готов. Так. Оса. Давай. Давай. Нет, тебе уже хана. Извини, Оса, но ты уже никакая. И вот здесь урона. Блин, фигово. Воу. Священничек, понимаешь ли, а? Готово. Что нам дали? Металл дали. О, один кристалл. Хорошо. Нам еще один нужен кристалл, чтобы отдать этому дедку. Смотрим, у нас в инвентаре у нас 4 кристалла. Нужно 5. И нужно что? Правильно. Подлечиться. Нужно поставить быстрый слот. Это что такое? Книжка какая-то? Книга заклинаний. Придает магу силы и увеличивает магический потенциал. Магический магу. Магу. А не этот ли маг в случае? Поставим. Попробуем. Нам нужно вылечить вот этого чувака. И нам нужно вылечить вот этого чувака. Хорошо. Картошку тоже закинемся. Ладно. Это что, лук? Грызи. Идем дальше. Ищем на свою пятую точку приключения. Зарытые мешки. А ну-ка посмотрим. Вы обнаруживаете небольшую шкатулку. Шкатулка это хорошо. Саринные монеты и лечебное зелье. Давай сразу лечебное зелье применим на нашего паладина. Паладина. Вот. Чтобы они не сдохли раньше времени. Паладины. А, черт, ловушка! Да как так-то, а? Ядовитая хрень. Ты прикинь. Так. Нам придется... Блин. Она у нас так и будет хреначить, да? Ядови... А сколько ты, кстати, держишься? Персонаж получает урон от яда каждый свой ход. Вот. Офигеть. Так. Нам надо быстренько до этого самого... А-а-а! Все не работает? И прикинь, не работает. Ё-моё. Надо же так вылипнуть в гребаную ловушку. А, и яд прошел. Ладно. Обачки, забытые мешки. Давай еще разок. Вы находите механизм. Еще ловушка. Круто, круто. Ладно. О, ищи. И наткнулся. О, последний пигмен. Слушай, это какой-то крутой с двумя топорами. Что нам... Давай попробуем вот эту, да? А, не используем предмет. Я понял тебя. Не хочет? Получил. И яд. Ой. Свин, да ты сдохнешь сейчас. Нихрена 20-ку отню. Ладно. Давай, короче, мы вот так вот сделаем. Вообще шикарно. Фигман. С топориками-то слабенькие ребята, а вот со щитами мощные. А-а-а! Его сейчас прикончат! Или яд его убьет первым. Ну, давай. Делай дело. Ай-яй-яй! Это что за персонаж? Это персонаж. Труп называется. Вот так вот. Ну и получай. Хобана. Это капец какой-то. Так, минус 15. Ты прикинь? Он его грохнул. Не-не-не, подожди. Восстанавливаем чувака. Он нам нужен. Он нам пригодится. Готов. Ух! Чуть не лишился одного персонажа. Вот и последний кристалл, пятый. Теперь можно возвращаться обратно, потому что нас отлично потрепали. Так, давай посмотрим, что тут у нас в разведке-то было. А в разведке у нас было... Давай посмотрим здесь. А-а-а! Как я мог нарваться? Черт! Сейчас мы будем получать люликовских. И помрем к херам собачьим. Ну давай, динозавр. Лови. Крит 24. Хорошо. Так, динозавра надо мочить. Ну он сейчас будет ходить. Восстановит плюс 7 здоровья. Упырь. Лови. Размах копьем. Ни хрена себе. Не, нас сейчас всех похреначат. Зря я это сделал. Нас всех похреначат. Да блин! 5! 5 здоровья осталось. Ну как так-то, ребятушки? Не может быть. Давай, это наш, наверное, последний ход. Сейчас нас будет очень-очень сильно бить. Готов. Готов. Твою ж налевую. Восстанавливаем. Тебя восстанавливаем, да, мужик. Паладина, к сожалению, не вернуть. Получил. Ни хрена себе. Обычная атака. Умер. Вот черт. Все. Хана. Мы проиграли. Поражение. Ну вот. Вот такая, ребятушки, эта игра. Ну заметь, заметь. Наши персонажи все на месте. Пойдем, короче, к тому чуваку. Отдадим ему кристаллы и посмотрим, что он нам даст за это дело. Отдохнуть. Да, отдохни. Нам нужно валить. Да. Возвращаемся в церковь. Отдаем деду его кристаллы. Жек, мы нашли тебя кристаллы. Есть несколько вопросов к вам, старец. Вы вернулись за бычьи, храбрецы? Все кристаллы у нас. Благодарю вас, герои. Теперь моих сил хватит, чтобы защитить эту церковь. Но борьба только начинается. Что? Какая борьба? Так, давай посмотрим, что у мужика можно сделать. А у мужика нихрена нельзя сделать. Он только зелье делает. Ну, противоядие, кстати, надо, да. А то я пару раз нарвался и получил по заднице. Давай-ка замутим другой отряд. Давай попробуем теперь вот эту деваху. Че она умеет? Закрыть. К печатям. Выйти из церкви. И куда она сейчас определят? У нас только активный лес обжорства. И больше ни хрена. То есть, нам надо его весь пройти, что ли, да? Ладно, ребятушки, на этом закончим. Это был краткий обзор этой игры. Ну, такая она. Своеобразная и интересная. Спасибо, что смотрел. Всего хорошего. И всем пока.